Внимание пользователей социальных сетей к выступлениям главы государства не ослабевает. Особый интерес сохраняется к выступлению Майя Санду, в ходе которого она объявила о проведении национального собрания 21 мая. Завершится это событие принятием декларации, подтверждающей поддержку гражданами нашей страны вступления в Евросоюз. Процитировала президента телеграм-канал Блокнот Молдова. Это заявление главы государства вызвало резонные вопросы в социальных сетях. Что за декларация такая, кто принимать будет, кто голосовать будет, подневольные которых туда силы привезут, интересуется Алекс Балу. Она сама все и решает за народ, отвечает ему Оксана Осипова. Вот-вот ищет поддержку народа, которого обмануло своими обещаниями, соглашается с ней Геннадий Требой. Шулеры, референдум и проведи, и все узнаете, а так обман и недоверие к вам, возмущается пользователь про пресс. Собрание еще не было, но уже известно, чем закончится. Это значит, что народ поставят перед фактом, и никто ничего не спросит, считает другой пользователь. Зачем это лицемерие? Ты прекрасно знаешь, чего хочет народ, а народ против, пытается обратиться к главе государства Ольга Спетер. Санду, пиши свою декларацию на заборе, советует пользователь Джокович. Большое количество комментариев обвиняют президента в нарушении демократических норм и требуют проведения референдума. А на демократию наплевало, констатирует Дима Горанцов. Как я и говорил, этим собранием заменят референдум, и мнение тысячи человек решит за всю страну, пишет пользователь Александр. На площади и не такие еще декларации можно принять, иронизирует пользователь Фрида. Декларация уже написана и подписана, что будет на площади – неважно, так же считает пользователь Ресад. А декларация уже отпечатана, ждет подписи, уверен пользователь Хурмуз. Санду боится честного референдума, она знает, что на нем провалится. Большинство населения не хотят этого, да и сами европейцы не горят желанием принимать Молдову. А декларация – это ничем не обязывающая бумажка. Никакой силы юридической она не имеет, уверен Андрей Вдовиченко. Только референдум о вступлении в ЕС, а декларации можете принимать хоть каждый месяц, юридической силы они не имеют. Это мнение максимум тысяч тридцать, что вы соберете. Плохотнюк тоже собирал народ на площади, а после этого пришлось бежать. В отставку ОПГ ПАС требует пользователь Варлок. Также в социальных сетях активно обсуждается, за чей счет будет проводиться это мероприятие. Национальное собрание Молдовы и Европяна организуется на деньги государства. Да, на наши с вами деньги, которых не хватило, например, чтобы нормально поднять пенсии. Чтобы дать пенсионерам к Пасхе тысячу леев. Чтобы помочь премариям повысить зарплаты бюджетника. Не, ну красиво жить не запретишь. Захотелось кухонь и потусить масштабно. Деньги нашлись. А смерды че? Смерды без прибавок перебьются. Барри гулять изволили. Сообщает телеграм-канал ВТФ. Организация в Кишиневе митингов в поддержку евроинтеграции занимается президентская администрация. И для мероприятия понадобится логистическая помощь правительства, заявила Майя Санду. Понятно, в общем, 2013 год во всей красе. Далее по сценарию. Только кражи миллиарда. Благовод и Дирк Шубель уже координируют, чтобы все по канонам истории успеха. Пишет телеграм-канал Гений Карпат.